Кожный день на Гомельщине нарожается в середине 50 детей. Разум с тем, по словам медиков, есть дни, когда женщины рожать. У парты не ждут. 31-го снежного, 23-го и 29-го лютого, 8-го соковика. В эти дни нарожальность резко снижается, а в некоторых больницах в уголе не мкнется до нуля. Гомельский областной родильный дом, сирот аналогичных установ региона, в плане оснащения с участным обсталеванием, падает самый передовый. Уплывные ступени гэта тлумачится тем фактом, что сюды у пешую чергу накируются женщины, які мают некие патологии. Олеся Белянкова свою пешую дачку народила 14 годов тому, и весь гэтый час марвала об еще одном децяте. Девчинка заявилась на свет на початку соковика и одразу отрымала имя «Злата», что значит «золотая». Да, в нашей жизни случилось чудо. У нас на свет появилась долгожданная вторая доченька. Мы ее очень ждали. На самом деле произошло чудо. В минулом году в Беларуси завершилась реализация державной программы демографичной безопасности. На Гомельщине сдолили не только выконать все прогнозные показчики, а и полепшить их. Народжальность – самая высокая започная четверть 100 годов. Узровень смеородных сирот новонародженных на узровне развитых европейских краин. Разом с ним это не выключает наявности проблем. По слову медиков, сегодня не могут иметь детей до 15% семейных пар. Только на Гомельщине, на офицейном улику, таких паркалят 2,5 тысяч. Причины разные – от спадчинности до экологии и нерационального харчевания. Плюс разные захворывания. Правда, оптимизму урачей мкнуться не страчивать. За развитие технологий и заявлениям нового обстановления кажут, шансы на рождение детей постоянно повеличиваются. Есть новые технологии, которые применяются сейчас в медицине. Это и связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и сахарные диабеты – это эндокринные заболевания. Все эти технологии дают шанс женщине для рождения детей. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания Гомель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!